Международный фестиваль народных ремесел «Праздник топора» уже давно стал частью культурных традиций Томска. Правда, последние пару лет из-за пандемии его не проводили. Однако состязания не утратили свою популярность, и в этом году гончарных дел мастера приехали не только из России. Абхазия, Узбекистан, Беларусь, Турция – кого здесь только не было, рассказывает наш земляк Михаил Бывших. К слову, на празднике топора он уже побеждал. До ковида участвовало 72 страны, порядка 350 мастеров по разным направлениям – металлопластика, деревообработка, керамика, прошедших жесткий отбор. Они очень хорошие условия создают, они оплачивают самолеты, проживание, питание, плюс там очень хороший призовой фонд. В этом году вновь у жюри была нелегкая задача – выбрать лучших из лучших. Оценивали прежде всего умение работать с композицией и технику. Всего за один час Михаил сделал порядка 120 маленьких кувшинчиков и за полтора часа сложил из них композицию. Мастер говорит, что в обыденной жизни он соорудил бы точно такое же количество изделий за то же время. Здесь два критерия оценки. Есть композиционные критерии, то есть когда мы делаем какую-то авторскую работу, нам художественный замысел воплотить и прочее. Опять же, жюри дает какие-то наметки на эту тему. Ну, допустим, там, традиционный русский сосуд, там, кухля в виде животного. Или работа с плоскостями, какая-то там абстрактная форма может получить. Михаил Михайлович ненадолго подбил сцену. Приглашаем вас забрать осложную ограду уже за первое место. Михаил рассказывает, что достойных победы было много. По его словам, потрясающе в этом году выступили и женщины-гончары в отдельной номинации. Ну, у нас есть в Кемерской области она, собственно, стала победителем. Алена Романцова, отличный мастер, ну, с 30-летним стажем работы. Надежда Посевкина из Красноярска. Сейчас Михаил Бывших занимается производством посуды для ресторанов, создаёт авторские художественные работы и обучает людей гончарному делу. К слову, буквально на наших глазах он вместе с помощниками подготовил отдельный класс под гончарную школу со всем необходимым оборудованием. Уже 5 сентября стартует профессиональный курс по освоению гончарного дела, а дальше пространство будет открыто для посещения всех желающих. Ольга Иванова, Алексей Фризин. День с толком.